Добрый день! Сегодня я с вами, Соловьёва Наталья Георгиевна, кандидат исторических наук, доцент. Расскажу вам о пище казаков Карачаева-Черкесии. Традиционная пища казаков Карачаева-Черкесии охватывает период, когда здесь появилось казачье население постоянных населенных пунктов, это станицы и хутора, начиная со второй половины XIX века и до конца XIX века. Следует считать, что культура формировалась традиционная, в том числе и пища казачества Карачаева-Черкесии. Следует отметить, что казачество Карачаева-Черкесии относится к группе кубанского казачества, но так как оно лаконично было расположено именно на территории предгория Кавказа, нынешней современной территории Карачаева-Черкесии, то она приобрела свои специфические черты. И в связи с тем, что являлось носителем именно православной веры, многие традиции употребления той или иной пищи были тесным образом связаны с календарной обрядностью православиям как таковым. Необходимо отметить, что говоря о пище кубанского казачества, казачества Карачаева-Черкесии, нельзя не обойти и культуру питания, которая существовала здесь, в этой этнокультурной группе. Застольный этикет кубанского казачества при этом играл заметную роль. Нормы и правила принятия той или иной пищи тесным образом связаны были с религиозными канонами православия. Естественно, в традиционном обществе, казачьем обществе семья занимала главное ведущее место. И роли, социальные роли, которые существовали в обществе, они первым делом отражались на семье. Следует отметить, что прием пищи был как повседневным, так и праздничным. Он отличался по составу блюд и по времени приема. Если мы рассмотрим повседневную жизнь казачества Карачаева-Черкесии, то, естественно, прием пищи был в основном трех или четырехразовый. Он не отличался особым разнообразием и в основном был направлен на то, чтобы придать физические силы на весь трудовой день. Так как казачество являлось в основном таким сельскохозяйственным населением, занимавшимся развитием именно своего индивидуального хозяйства, ну, как сельскохозяйственного, то есть земледелия и скотоводства, также оно ориентировалось именно на развитие своего индивидуального подсобного, также хозяйства. Если мы будем рассматривать этикет, который существовал у казачества, он тесным образом был связан с проведением как внутрисемейной жизни, как уже говорилось, определенной православным календарем, так и общественной жизнью. Так проведение общих собраний, заседания правлений и отмечания общих таких станичных праздников также объединяло все общество и устанавливало определенные также правила употребления пищи и так далее. Необходимо уделить особое внимание роли старших в данном процессе, в этикетном правиле застолья казачьего. Естественно, если мы будем брать, например, повседневное застолье или застолье в кругу близких родственников, то, естественно, во главе угла находился главный член рода. Это в основном был дедушка или отец всего семейства. Следует отметить, что семьи были традиционными и состояли в основном не менее чем из 10 членов семьи, ну и более, конечно. И они включали несколько поколений. Особое место отводилось старикам, то есть бабушкам и дедушкам, которые занимали по правую сторону от хозяина дома место всегда за столом. И когда подавалось, например, первое блюдо, оно подавалось, конечно, главе семейства, он всегда передавал, если были родители, свою тарелку, свое блюдо своим родителям. И после этого уже по старшинству он передавал и вел вообще застолье. Следует отметить, что гости тоже занимали очень почетное и главное место. Они находились по левую сторону от хозяина дома и их вообще требования и так далее беспрекословно сразу же исполнялись, чтобы они не пожелали. На территории Карачаева-Черкесии существовали тесные куначеские связи. Проведение крупных мероприятий, например, свадеб или там похорон и так далее, были также связаны с соблюдением гостеприимства, добрососедства и вот этих куначеских связей. Если же приглашались в гости соседи, например, горцы, то, естественно, с учетом их верований, то есть пищевых пристрастий, то есть запрета употребления свинины, им готовились определенные блюда. В основном, значит, застолье было смешанным, оно включало южнославянскую кухню типичную для казачества и кавказскую, но с соблюдением всех требований веры. Им, значит, устанавливался отдельный стол, который прикреплялся к основному столу тоже с левой стороны и обслуживался вот как полагающий и так далее. Если мы возьмем вообще проведение застолья вот такого большого, крупного, праздничного, то оно состояло из нескольких частей и маловажную роль при этом играло такое разделение на чужих и своих. Свои – это те, которые проводили данное мероприятие, они готовили, накрывали, обслуживали, значит, это застолье. И были чужие – это приглашенные или дальние родственники, которые прибыли на данное мероприятие. И вот следует отметить, что место и роль чужих, она была превалирующей. То есть вот они могли полностью включаться в действие такое застольное, они могли руководить определенными ритуальными действиями и так далее, и пользуясь особым уважением и почетом. Проведение крупных таких мероприятий было связано с определенными запретами. Естественно, этикетные нормы, они сами говорят из-за себя, это правила, нормы, которые устанавливают определенный барьер, который нельзя переходить ни при каких случаях. Особую роль при этом играли полувозрастные такие особенности. Так, например, женщины в основном занимались приготовлением пищи, обслуживанием стола, и особое место они также занимали за столом. Если мы говорим о свадьбах и так далее, например, о сватовстве, то молодежь в основном не присутствовала за главным столом, им устанавливался отдельно стол. В основном это касалось мужчин. Женщины или девушки, казачки отдельно не принимали участие. Они находились за основным столом, но они сидели возле своих матерей, бабушек, теток, если вот у них возраст был такой, вот уже подходил к замужеству. За ними строго следили, как они себя ведут в соответствии с этикетными нормами и учили, как правильно применять те или иные правила. Если были дети, то дети вообще не допускались за большой стол, им накрывался маленький такой сладкий стол, в основном это был низкий круглый или такой треугольный столик. С ними оставлялись девочки-подростки, в основном это были сестры присутствующих, две или три девочки, которые следили и ухаживали за детьми. Потому что дети не имели права присутствовать на взрослых разговорах, так называемых беседах, где могли проявляться особые вольности или такие разговоры, которые детям не следовало бы слушать по своим возрастным таким особенностям и так далее. Следует отметить, что казачий этикет, именно застольный, он был связан с определенной строгостью и дисциплиной. Четко разграниченные роли, так, например, роли Тамады, Тамадой мог быть сам глава семейства, так и он мог назначить кого-то более достойного из своего рода, такого расторопного или помощника, который разливал горячительные напитки. Вот следует отметить насчет спиртного. Значит, с самого начала традиционно на казачьем застолье спиртное не находилось. И если оно находилось, то оно было в распоряжении именно Тамады или главы рода, который сам, оказывая определенное уважение, разливал старшим представителям, гостям и так далее рода. Молодым вообще не полагалось употребление спиртных напитков. Также определенный, очень строгий запрет касался курения. Значит, курение вообще запрещалось за столом. И если кто-либо хотел, как бы, закурить, он спрашивал разрешения у ведущего застолья. И после того, как его только разрешалось, он выходил на улицу и без свидетелей, то есть особенно, чтобы женщины не видели, или старшее поколение, он мог покурить. Возраст, который разрешалось в курении, это в основном, когда уже казак отслужил, или вот первую часть своей службы он пронес, и он имел право. Но, естественно, только вот такой определенный обряд избегания существовал. Следует отметить, что, значит, вообще пища, употребление пищи было в основном использованием посуды, изготовленной самими казаками. В основном это были круглые формы, глиняная посуда, и очень в широком ходу было использование ложек. Вилки не использовались в традиционной культуре питания казачества. Если мы определим, значит, особые этикетные правила, установленные при проведении определенных трапез, связанных, например, с веселыми мероприятиями, свадьбами, сватовством и, например, поминальными, тут тоже устанавливались определенный порядок принятия пищи и подачи ее как таковой. Все было тесным образом связано с обрядно-ритуальной составляющей. Естественно, определенные блюда готовились определенными лицами. В основном, если при сватовстве большое место уделялось именно короваю, высокому казачьему хлебу, очень красочно декорированному, то замес теста производился и приглашался в основном снохи, категорически не допускалось разведенных или вдов. То есть это как бы сулило нехорошую дальнейшую семейную жизнь невесте. Существовало какое-то переплетение таких религиозных, таких канонов православия, существовавших в традиционной жизни казачества, так и примет каких-то небольших загарваров и так далее. Следует отметить, что именно пища казачества Карачаева-Черкесия осталась наиболее устойчивой. До сих пор существуют и применяются традиционные блюда, пища, консервация, то есть продление срока хранения тех иных блюд, которые с самого раннего возраста здесь, пребывание казачества, сохранились и передаются из поколения в поколение. Если мы обратим особое внимание на расположение даже самого стола в казачьей хате, значит, большой такой массивный стол находился напротив двери и с правой стороны от русской печи. У него, значит, по краям находились массивные лавки, на которых восседали гости или члены казачьей семьи. Главная часть стола находилась под красным углом, под иконами. Там же находился стул с высокой спинкой или же, например, такой массивный табурет. Это было место именно главы семейства. В обыкновенной повседневной жизни там никто не мог находиться, только глава семейства. Это было его определенное место. Он всегда смотрел на дверь. То есть он видел, кто входит, существует ли какая-то опасность или же, например, кто-то опаздывающий из гостей. И он мог руководить всем застольем, указывать, что необходимо принести, какое внимание указать гостям. То есть это было с двух сторон. Он как бы и практическая часть проведения застолья с учетом этикетных норм и правил, но и так же как бы генианическая и физиологическая как таковая. Следует отметить, что любое застолье начиналось с того, что казак вместе со своей женой и со старшими детьми выходил встречать гостей. Он приветствовал главу семейства. Ратно целовал его, обнимал, спрашивал, как они добрались, все ли у них в порядке, о здоровье близких и так далее. С молодыми парнями, казаками он знакомился с пожатием правой руки, приветствуя их. Значит, женщины также приветствовали прибывших женщин, они обнимались, даже спрашивали, все ли у них в порядке. То есть проведение вот этих ритуальных элементарных бесед, которые в основном тематика их была однотипна, но она показывала степень уважения и определенные нормы этикета, которые существовали. То есть надо было обязательно спросить, порадоваться, что они прибыли, спросить, как у них все ли в порядке, как здоровье прибывших и оставшихся дома и обсудить тематику проведения данного мероприятия, кто будет и так далее. Значит, обычно за стол садились после того, как все прибывали, вот все запланированные гости. Если же, например, запланированный гость опаздывал, он был старше по возрасту, то его, естественно, сажали на место более молодого, тот быстро уступал место, менялись приборы и так далее. И он, как проштрафившийся, должен был выказать свое уважение гостям и извиниться за то, что он опоздал. Обычно на подносе подавали ему кусок хлеба, чарку или пирожок. Он говорил о том, что он извиняется за опозданием. Если была причина, он указывал ее, желал всем здоровья и принимал угощения. И все его прощали единогласно. И он садился и принимал участие в данном мероприятии. Следует отметить, что существовал особый обряд перед застольем – умывание рук. В основном это происходило на свадьбах. Если это были поминки, то это после того, как прибывали с кладбища. Но тут существовали немного свои нюансы. Если на свадьбу, то старшая сноха или невестка, у нее через плечо висел большой длинный рушник. Первая небольшая часть. Она поливала руки или, например, умывальник находился. Она вытягивала рушник и подавала ее двумя руками гостю, который вытирал, благодарил. И так продолжалось следующее. Рядом находились девочки, которые подносили, если необходимо было, заканчивался этот большой рушник, чистые полотенца. А мальчики подносили, постоянно воду заливали. Только после этого гости, после того, как их приветствовали, мыли руки, их усаживали за стол. Вот такие существовали этикетные правила приема пищи. Традиционная пища у казачества Карачаева-Черкесии. Данную тему можно продолжать и рассматривать несколько нюансов. Так, например, какие продукты традиционно употреблялись в пищу, какая обрядово-ритуальная пища существовала у казаков, у наших местных казаков, и чем она отличалась, например, от общей пищи кубанского казачества. Об этом мы поговорим в дальнейшей передаче. Всего вам доброго!